Друзья, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я выскажу свое мнение насчет трансляции PlayStation 5 и насчет всей шумихи о консолях нового поколения. Начну с того, что вчера Sony в 19.00 запустила трансляцию о железках новой консоли PlayStation. Это вызвало просто массу бурления в сети, а также некого резонанса среди тех, кому нравится вся эта индустрия. Дело в том, что в данной трансляции уделили внимание лишь аппаратной части консоли, и по сути все, что было показано, оно было направлено в первую очередь на инженеров и тех, кто занимается разработкой игр, но никак не на простых пользователей. В связи с этим, в принципе, началось бурление в сети, ведь все ожидали, что Sony покажет хотя бы дизайн или хотя бы какую-нибудь часть консоли, но этого не произошло. В данной ситуации из-за ожиданий пользователей, которые смотрели эту трансляцию и ждали всего этого, полетел от них просто шквал негатива в сторону команды PlayStation. И, как по мне, он немножко не обоснован. Если рассмотреть эту ситуацию в целом, то Sony совершила просто грубейшую ошибку с точки зрения продвижения своей консоли. И, по сути, мы сейчас наблюдаем ту же самую ситуацию, которая была во времена Xbox One, когда на первом этапе консоли и майки уделили внимание не играм, а ТВ, 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 ТВ. Вчера, по большему счету, уделено было внимание мега-быстрому SSD-шнику, о том, как все это замечательно работает, опять же на словах, какова частота и каков прекрасный звук. И самая большая ошибка Sony в том, что они не смогли донести до потребителей смысл презентации, ее предназначения. И, может быть, я сейчас открою тайну, но если кто-то не знал, то с самого начала никто и не обещал, что покажут новые консоли. Обещали лишь то, что они расскажут об архитектуре новой консоли, что они, в принципе, и сделали. Но, по сути, народ даже этого понять не смог, что-то себе там напридумывал и ждал того, что не планировалось. И в головах пользователей, скорее всего, просто PlayStation не оправдал ожиданий. Но когда кто-то не оправдывает твои ожидания, то сами знаете, что бывает. Вся эта мощь и частота отдельных комплектующих, она сводится, по сути, к нулю для тех, кто будет просто играть. Но если вдруг кому-то интересно, я оставлю на экране сравнение данных характеристик. Сейчас, и думаю, на протяжении нескольких месяцев, все это будет продолжаться, и люди, которые понимают в этом или даже не понимают, будут мериться характеристиками той или иной консоли и бесконечно обсуждать, что мощнее, а что слабее. И, на мой взгляд, это бессмысленнее некуда. Объясню свою позицию. Консоли — это не ПК, чьи комплектующие напрямую влияют на то, пойдет у вас игра или нет. И какие бы характеристики нам ни показали, мы никогда не сможем узнать, как и что работает на полную мощь. И опять же, это, по сути, бессмысленно. Ведь это консоль, под чьё железо просто будут затачиваться игры так, чтобы там не было лагов. И у кого мощнее, и у кого слабее, все равно на всех консолях игры будут выглядеть плюс-минус одинаково. И, по сути, когда мы играем, мы смотрим на саму картинку, мы слышим звук. И нам в момент игры явно будет фиолетово, что в твоей консоли и как оно работает. Всем нам, по сути, важен конечный результат. И как бы вы не обсуждали данные консоли, как бы вы не мерили с террафлопсами на бумагах, вы еще, по сути, даже не видели разницы, как это все будет работать. Многие в сети и блогеры, и зрители уже расписывают там целые статьи о том, что быстрее и что лучше будет работать. Но это так бредово, ведь по факту, когда консоли выйдут, все сведется к тому, что нам просто будут тыкать пальцем на экран. И вся эта вот аппаратная часть, в конечном итоге, будет мало волновать. Всех, опять же, будет волновать именно конечный результат в виде самой картинки. Самое главное то, что данные характеристики все равно не спасут от лагов и недоработок игры. И в консолях самое главное было и будет, это оптимизация. Без нее все эти характеристики просто сводятся к нулю. Те, кто играет на консолях, должны меня понять, ведь иногда крайне слабые игрушки могут лагать намного больше, нежели крупные проекты. Ну а теперь, собственно, подумайте, а есть ли вообще смысл сравнить терафлопсы и какие-нибудь там характеристики, если игра будет криво сделана? Кстати, очень важно, что многие фанаты со стороны Sony, ну, которые кричали в свое время, что там, скажем, PS4 мощнее, уже не сильно делают на этом акцент, ведь Sony PS5 официально слабее нового иксбокса. Ну, короче, очередное перебывание. Презентация, которая прошла вчера с точки зрения начального пиара консоли, это полный провал. Ибо мало того, что они показали по общим показателям продукт чуть слабее конкурента, так еще не показали его вообще, что, собственно, постояло в неловкой положении всех тех, кто этого ждал. И если честно, вся эта ситуация идет на руку иксбоксу, и сейчас официально иксбокс серия X это самая мощная консоль в мире. А я вам не раз говорил, что народ у нас очень ведется на слово мощь, и даже никто в этом не разбирается. И, по сути, многие купят то, что мощнее, если ценник будет приемлемый. Я в этом видосе не буду разбирать частоты, тарафлопсы, и вообще, вряд ли я когда-то это буду делать. Ибо это лишь то, на чем запускаются игры. Это не сами игры. Но, несмотря на это, самое главное с прошлой презентации про новую консоль, надо было выделить несколько вещей. На PS5 подтвердили обратную совместимость с неким списком игр PS4, сказали, что на ней будет, по словам, хороший звук, высокая скорость загрузки, и все стремятся к отсутствию загрузочных экранов. Это, пожалуй, вся самая важная информация, которую должен был выделить простой пользователь. И знаете, даже при обсуждении всего этого, плойка, по сути, проигрывает той информации, которую предоставил иксбокс. И если же брать, к примеру, ту самую обратную совместимость, тот же иксбокс будет, наверное, поинтереснее. Ведь он содержит в себе сразу четыре поколения консолей. И сделает, опять же, по словам, картинку с прошлых игр намного лучше. В то время, как Sony просто сможет тянуть топ-100 игр от PS4. Но, думаю, вы поняли разницу. То касаемо звука, быстроты и частоты. Я всем советую ждать прямых, а самое главное, личных сравнений. Так как на словах и на диаграммах можно многое показать. И, как по мне, выиграет в этом поколении тот, кто принесет больше удовольствия игроку, и тот, кто подарит новый опыт от новых игр. И знаете, все, по сути, стали забывать, ради чего мы и берем те самые консоли. Пока все обсуждают мощи и террафлопсы, никто не вспоминает игры. Никто не задается вопросом, ребята, а где они? Ни та, ни другая сторона пока не показала, по сути, геймплея новых игр. И то, как они будут выглядеть на этих консолях. Но все уже считают, что лучше, что хуже, что быстрее, что четче. Знаете, я почему-то в последнее время прихожу к выводу, что потребителям, нам, тем самым игрокам, К сожалению, становится важнее купить что-то лучше остальных, нежели просто получить удовольствие от своей покупки, не глядя на кого-то. И это, на самом деле, очень печально. Ведь по своему опыту, во времена PlayStation 2 или Xbox 360, такого не было вообще. Все говорили об играх, но никак не о мощности. Все просто офигевали от того, насколько крутая та или иная игра по сюжету, насколько разнообразен геймплей. И практически никто не мерился железками. Но, видимо, тенденции меняются. Обязательно напишите свое мнение на этот счет, что вы думаете об этом, важны ли вам эти показатели или нет. И на этом, в принципе, все. Я надеюсь, вы поняли правильно мои мысли. Если вам понравился видос, то с вас лайк, подписка на канал. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok